Масштабная программа Кроме нового газового оборудования, сенгелеевцы получили еще один подарок к Новому году – отремонтированное терапевтическое отделение районной больницы. Здание терапевтического отделения было построено в 1897 году. Красивый старинный корпус уже давно нуждался в капитальном ремонте, хотя 18 лет назад был сделан только косметический. Наконец-то в 2017 году были полностью проведены реставрационные работы и отделение теперь может принимать пациентов в комфортных условиях. Людмила Михайловна приехала из села Русская Бегтяшка лечить гипертонию. В отделении была уже не раз и помнит его, мягко говоря, не совсем уютным. Сейчас она искренне удивлена переменам, коснувшимся внешнего вида терапевтического корпуса. Сарай был. Старая терапия была. Ремонт, я не знаю, был или не был, наверное, был. Косметический, конечно. Но расположение комнат совершенно другое. Туалет, санитарная комната, без нее же как. Потом полы. Идешь, не спотыкаешься, не боишься, что упадешь. Несмотря на явный прогресс здравоохранения и топливной энергетики, осталось еще много непроработанных вопросов. На встрече с членами местной администрации Александр Смекалин рекомендовал главе района рационально распоряжаться бюджетными средствами. На самом деле, столько средств, сколько упадут в Смекалинский район, для одного муниципального образования, наверное, такого внимания к себе не чувствовал. Сумма, направленная на постройку котельной и ремонт больницы, составила более 14 миллионов рублей. В новом 2018 году модернизация должна продолжиться и затронуть другие немаловажные темы. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульянской правды.